Наш город – город патриотов. Какие мероприятия у нас будут проведены? Прежде всего я хочу похвастаться, что нам удалось по вашей инициативе, по инициативе городского совета ветеранов, возродить гонку мира. Это будет Гран-при Сочи, многодневная гонка велосипедная. С 17 по 21 апреля мы проведем. Эта гонка проводилась с 1953 года в странах социалистического содружества и в Германии в ознаменовании победы. С 1988 года эта гонка не проводится. Мы сейчас ее возрождаем. Вместе с советом по делам ветеранов и администрации города Сочи. Прекрасное мероприятие, все расписано, все со всеми согласовано. Что касается самих ветеранов, то в эти дни им повышенное внимание. В Сочи уже стартовала акция «Согрей сердце ветерана». Это, по сути, тимуровское движение, активисты которого готовы чинить домашнюю утварь, копать огороды, одним словом, по всем фронтам помогать пожилым горожанам. Обязательно обследовать все квартиры, дома, дворы, где живут. Все прошли. Ремонтных работ уже начали. И мы будем делать. Сейчас мы уже насчитали 47 ремонтных работ нам необходимо. Почти 250 продуктовых наборов, 120 подарков. В том числе есть подарки с бытовой техникой и так далее. То есть, что кому надо. Все посещены, подготовим всем поздравления. Все памятники, докладывает Марина Бролюк, осмотрены и приведены в порядок. Разработан и план торжественных мероприятий. Кроме этого, молодежь и суть граффити. Кроме этого, студенты и школьники делают звезды на дома ветеранов. И я вам принесу, какой мы подготовили макет, вы утвердите. И мы такой будем вырезать из аракала. И стрижем, и маникюр для наших уважаемых ветеранов. Это обязательно для ветеранов, женщин, для вдов, парикмахерских. Сделайте хорошие прически, маникюры. Обязательно все это сделать нужно. Ну и, конечно, наши событийные мероприятия. Это мероприятие у памятника во имя жизни. Это, конечно, возложение веков, свеча памяти, мемориал. И обязательно самое, что у меня есть внимательное отношение к каждому ветерану. Ну а пока акцент на лечение. Большая половина ветеранов уже прошли диспансеризацию. 100 человек пролечились в больнице. Порядка 900 в санаториях и на дому. Десятки сегодня отдыхают в здравницах Сочи с полным курсом санаторно-курортного оздоровления. Индивидуальное лечение в санатории Одиссея, что в Лазаревском, назначили и Галине Белокрыльцевой. К слову, для нее и ее товарищей это ежегодная акция. В прошлом году отдыхала я в Шексне, в нашем же районе. В позапрошлом году в горном воздухе отдыхала. Очень рада, что нам сюда пришлось попасть. Надеемся, конечно, на хорошее лечение, на прием. И постараемся, конечно, мы тоже хорошенько подлечиться здесь и отдохнуть. Что касается празднования Дня Победы, то в Сочи оно начнется 6 мая. И вплоть до 9-го в городе пройдут десятки памятных акций. Одна из них – «Ветеран живет рядом» уже стартовала. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.